Отметят новоселье. До осени этого года новые квартиры в Братске получат 270 семей переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Сейчас в шестом микрорайоне поселка Энергетик возводят 11 трехэтажек. На возведение жилья из бюджетов области и города, а также регионального фонда развития ЖКХ направлено 415 миллионов рублей. Всего в ближайшие два года в Братске возведут 15 домов. Это 40 тысяч квадратных метров жилья. Напомним, по итогам 2014 года Иркутская область входит в число 24 регионов России, которые не справились с планом по расселению аварийного жилья. Роль, проблему с так называемыми секционными домами. Речь идет о постройках, формально имеющих один адрес, но по факту снабженные различными удобствами, например, лифтами. Между тем, живущие в них люди, согласно закону о ремонте многоквартирных домов, вынуждены платить одинаковый размер взносов. Сегодня на совещании губернатор региона Сергей Ироченко поручил разобраться с этой ситуацией профильному министерству. По словам главы ведомства Ивана Носкова, сегодня в Приангаре 36 таких домов. Они находятся в Иркутске, Ангарске и Братске. Также министр прокомментировал ситуацию с замороженными на два года тарифами за услуги ЖКХ. Он отметил, в этот перечень не входит оплата электроэнергии. Подробности расскажем в итоговых выпусках новостей. Другим темам сенсей из Японии провел для иркутских каратистов мастер-класс. На тренировки ПМВ-танго обладателя черного пояса 8-го дана пришли более 100 спортсменов от 7 до 60 лет из пяти федераций карате из Иркутска, Ангарска, Шелихова и Бурятии. Японский учитель – один из немногих людей, прошедших специальные курсы обучения инструкторов, известные своими нечеловеческими трудностями. Долгое время сенсей работал и тренировался с легендой мирового карате Якио Яхара. Столицу Восточной Сибири ПМВ-сан посетил уже в третий раз. Сейчас уровень подготовки иркутских каратистов стал намного выше, чем в прошлом и приезд. Как доказательство тому, удачное выступление иркутских спортсменов в составе сборной России на Кубке Европы. Они заняли второе почетное место. Новые познания и навыки иркутские каратисты применят уже в ближайшее время. 21 февраля стартует всероссийский турнир по традиционному карате. А главная цель приезда сенсея – это подготовить иркутян к Кубку Европы, которая состоится во Франции в 2016 году. На этом у меня все. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту аистмрсобакаяндекс.ру или звоните по телефону редакции 33 13 28. Увидимся меньше, чем через час.